Здравствуйте, друзья! Снова Железов, снова немыслимые гипотезы, плавно переходящие в мировые открытия. Их много. Где-то догадки, а где-то уже собраны доказательства. Версий несколько. Вы видите перед собой фотографии планеты Земля, сделанные из космоса. Когда видишь, вот так вот, какая она маленькая. Помните, Гагарин ее облетел за 50 минут? За 50 минут. Вот. И вот эта Земля покрыта атмосферой тоненькой-тоненькой. Вот. Самолеты летают на высоте 10 тысяч метров, 10 километров, а там уже минус 50, а там уже глубоко отдышать невозможно. В Найвересте люди без масок кислородных умирают. Всего на высоте 8 тысяч метров. Дальше идет глубокий космос. Это и все. Тоненькая, тоненькая, живая атмосфера. Я не оговорился, сказал слово «живая». Живая, которая отделяет нас от дикого вакуума, глубокого вакуума. Со смертельной для нас температурой. И тем не менее, пока Земля жива. Я говорю «пока». Вот. Самое страшное, друзья, знаете что? Самое страшное, это то, что не зная ничего о ней, придумав идиотски, а у меня нет других слов. Теории. Вот. Начали одна, потом развитие этого, потом. Вот. И пришли постепенно к выводу, к самому невероятному, самому девскому выводу происхождения жизни на Земле. И тогда оказалось, что Бога нет, ничего нет, даже инопланетян нет. Есть только вот это вот, смотрите. Вот эта мышь. Сейчас я вам ее покажу. Ага. Вы знаете, когда тупик такой, что я не понимаю, зачем тысячи, десятки тысяч. А если брать еще преподавателей бредовой лекции в университетах, в академиях. Вот. Это огромное количество людей посвящено страшное вранье, невероятное, невиданное вранье. Ну, никак, нельзя, невозможно. Политика, она победила науку, победила здравый смысл. И ничего не оставалось, и надо было придумать нечто, которое для обывателя пойдет. И вот это нечто случилось 65 миллионов лет назад, буквально вчера, когда вдруг исчезли динозавры, мыши, вот эта вот землеройка, эта разновидность мышей, она сидела-сидела под землей, спасалась от зубов. И вдруг спасаться, она вылезла и начала быстро расти, расти, расти. Вот. А чтобы убедиться, что это бред, и что наше сознание и наше мировоззрение загнали в дурь какую-то невиданную, я вам только одно скажу. 100 триллионов клеток, которые имеет современный человек, и двухграммовая, у человека 80 килограмм, 100 килограмм, и двухграммовая мышь, которую можно считать, принять за ноль, округлить, это значит, что с каждым поколением она вдруг, заметьте, мышка родила мышку, и та мышка немножко, это, незаметно крупнее, но у нее уже зубы крупнее, хвост длиннее, и она прибавила миллиард клеток. Это легко умножается, делится. Вот. Количество этих прибавленных клеток на количество лет. Получается, каждое поколение давало миллиард. Вот. Когда вот эта вот цифра приводит, думаешь, вы что там, как мне настолько говорят, на Украине говорят, с глузды съехали. Вы с глузды съехали. Э, Панове, вы съехали с глузду. Вот. Только для того, чтобы больше других нет. Те, которые, местечковая, вот она, мышка стала чеком. Вот это дурь. Пытались, конечно, как-то добавлять, усовершенствовать эту модель. Вот. Мы даже прорабатывать не будем. Вызывает не чувство, даже, то, что мы называем рвоты, а чувство болеватины, кажется. Вот. Поэтому, ну, понятно. А остальные версии, самое интересное, что они довольно реальны. Я вам назову три. Ну, первое, понятно, что мы сейчас сразу, раз мы говорим, выбрали в качестве наблюдения и в качестве анализа человека, так, то наиболее подходящая версия, по крайней мере, имеет право. Да, инопланетная, да, развита цивилизация попала на Землю и одичала. На том причины были. Потеряла возможность развиваться, воспитывать детей, потеряла технику, технологию. Опять у костра. Вот. Вот, хвостов у них и так не было. Кстати, попробовали почемно объяснить, куда делся хвост у человека. И сколько для этого надо. Его что, отрубали, что ли? И 100 миллионов лет. Так вот, значит, или хотя бы 10 последних миллионов лет. Так вот, эта версия и та имеет право, больше имеет право на существование. Вот. Здесь гигантские циклопические сооружения, которые появились, а их полон вся планета. Вот. А разрыв огромный, объяснить их не могут. А ученые объяснять не собираются. Они говорят, 10 тысяч лет назад человек вылез с пещеры, так, и это, начало сделать Землю, и селится уже в первых хижинах. 10 тысяч лет назад, а мозги-то откуда в нее вдруг взялись? А? Откуда? И вот, получилось, эта версия не прошла, хотя она вполне очевидна. Вторая версия, эта версия моя. Вот она. Она тоже имеет право на существование. Сейчас я вам ее покажу. Нет, наверное, вот здесь. Вот. Даже не здесь. Итак. Вот это вот мой сайт. Видите? На этом сайте есть вот эта статья. Записки зачарованных сибирского садовода. Это одно из мировых открытий. Я его не буду сейчас. Может, потом отдельно процитирую. Значит, она заключается в том, что жизнь появилась, да, в воде, да, по ансперме, да, инопланетный вариант, потому что глыбы льда попадали на Землю, вот, вот, и превращались в океаны. И там были незаметные, невидимые для нас, ну, мы же простые, примитивные, и сейчас мы не видим этого. Вот. А проявляются только в виде ледяных скульптур, или в виде вот этих самых ледяных узоров, которые делают невидимые, с помощью конденсата делают невидимые видео. Вот видите листья? Это что, не листья? А с чего они взялись, а? Привиделось? С чего они взялись? Вот. И вот так появлялась Земля. Вот она, моя теория. Вот. Моя и моего друга Латинкова, он вымораживал Землю и помог мне сделать это открытие. Вот. Здесь возникает, существует в двух хипостасях. В виде сущей матрицы, по-другому силовые каркасы, тут надо было написать невидимые, или биополя, и их порождение, материальное детище, живые организмы. Вот это моё. Вот. Тоже неплохо звучит. Что ещё помогает этому? Есть ещё вариант, когда, мы знаем как, человеческая сперма, её не только не можно обмораживанием уничтожить, её сохраняют, таким образом, и она ничего с ней не делается. Из-за этого появилось понятие панспермия. Лягушку заморожат. Представь себе, что она приехала на Землю, используя замороженное, как в этом самом, в транспорте, замороженное во льду. Вот. А потом лёд растаял, она захвакала и поскакала. И это тоже неплохой вариант. И много чего ещё. И эти самые эпидемии, которые возникают. Мы же не знаем, от чего вирус. Мы сейчас не знаем, умрём мы или нет. Вот. В результате, если вирусы будут бесконечно ослаблять человечество, его дела хуже, хуже. Вот. Никто не понимает, что сейчас нужно морожевание, сейчас нужно на свежий воздух. Не по домам прятаться. Всё в себе воспитывать обязательно. это необыкновенную, как то, что случилось в природе. Выжили не все растения, когда были ледниковые периоды, ледниковые периоды. Нам нужно поднимать иммунитет, иммунитет, иммунитет. Вот. Об этом должны твердить с утра до ночи. Бесполезно. Ну и что получается в результате? Я сейчас вам, друзья, вот вы прочитаю вот это вот, смотрите. Вот это моя книга. Видите? Вот. Вот она. И вот в ней в середине на странице 134 сценарий спасения жемчужины галактики. Я бы прочитаю, она довольно горькая. Вот. Это как книга предупреждения. Давайте, она небольшая, и пусть это будет особо, фильм, который может быть хоть чуть-чуть про... Нет, конечно, сильно мира сего, они думают, что у них есть сидеть-сидеться. Бункера. Их сильно это не колышет. Она сколышет. Итак, сценарий спасения жемчужины галактики. Но речь идет о земле. Цитирую. Сейчас я обратно возьму и направлю сюда. Вот. И направлю сюда. И где у меня фото красивой планеты. Вот они. Видите, какая красота. Настолько она беззащитна. Боже мой. В последние годы телевидение сошло с ума. темы инопланетного вторжения заполнили экраны самых популярных телеканалов. Гвоздь дискуссии. Прилетят гуманные цивилизации или агрессоры помогать или убивать. Рассказ писателей Лавровых вы уже прочитали. А сейчас прочитайте мой гипотетический сценарий возможного контакта. Напоминаю, это только одна из глав продолжение темы. Поэтому рассказ писателей Лавровых мы пропускаем. Я вас интригую. Вот. Эта скромная книга скоро закончится. Вот. И тогда только как получилась книга моей скордиумной. А давно закончилась, а все говорят хочу книгу. Это будет то же самое. А пока лежат не очень тэхи берут. Итак, продолжаю именно эту главу, которая называется «Сценарий спасения жемчужины галактики». Вот. Рассказ писателей Лавровых вы прочитали, а сейчас прочитаете мой гипотетический сценарий возможного контакта. Контакт в кавычках. «Прилетает разумное существо огромного роста и в том же соотношении размера к нам, как мы с муравьями. Почему огромного роста? Допустим, на их планете низкая сила тяжести. Еще на подлете смотрят наши телепередачи, а на экранах страшный культ насилия и наживы. Убийство и мордобой у маленьких людей. Люди-муравьи собраны в города-гетто и планомерно уничтожают сами себя и свое потомство, отравляя с некачеством пищи выхлопными газами. В выходные дни сапиенцы толпами устремляются на природу, чтобы дополнительно отравляться алкоголем и поджигать леса. Асфальтовокладчики планомерно закатывают под асфальт гумус основы жизни на земле. Чтобы быстрее уничтожить кислород, миллионами гектаров вырубаются деревья и, соответственно, вышрушивается почва. Освободившаяся влага обрушивается на другие регионы и провоцирует потопы. Миллионы тонн ядовитых отходов стекают реки и озер, из которых люди пьют воду, и которые еще недавно были источником пищи. А самая умная часть населения планеты делает оружие, его компоненты и все разрушительнее. Тренировка его эффективности проверяется на самих же люди. К примеру, безнаказанным планомерным уничтожением крылатыми ракетами городских кварталов миллионного исторического города Белграда в центре современной Европы. Мы это все смотрели, никто не ужаснулся. Тысячи женщин и этих детей. А после этого, все-таки прошли годы, после этого также бомбили, уничтожали женщин и детей в современном красивейшем городе посреди Европы. Называется Донецк. Ладно, это надо будет дописать. И вот видя, во что сапиенсы превратили уникальную планету, инопланетянам предстоит, чтобы ее жемчужину галактики спасти, заметьте, спасти, принять нелегкое решение. Последнюю точку в дискуссии ставит инопланетный ученый-биолог, посмотрев телепередачу РТР с известной ведущей тире-кандидатом наук, где одна разумная цивилизация в лице земного ученого учит миллиону людей, как уничтожить другую муравьиную, обладающую коллективным разуму, недоступным людям, жизнедеятельность, которая основана на спасение всего растительного мира и самих же людей. И это не первая подобная передача. И в результате такой телевизионной учебы будут уничтожены руками наивных людей, не ведущих, что творят миллионы, миллиарды живых существ божьих созданий. И вот решение принято. Надо спасать уникально обреченную на уничтожение планету от людей. Уже очень мерзко смотрится человечество в целом из космоса. То есть со стороны. Ну и как вам такой сценарий? По скриптам. Снова центральное телевидение и снова учеба. На этот раз дама, назвавшись ландшафтных дизайнов, на глазах мирного телезрителя посадила дерево и не поверите вровень с почвы. Я думал вздохнул с облегчением хотя бы вровень. Ой, спасибо, что непривычную по сфере сумасы информации и смертельную докорневщая клубку. Но тут же сделал вокруг штамбовалики земли и я подавил горючим вздох. Вздох прощай это дерево миллионов других садоводов сделающих такие же безовидные валики. Это только ну а дальше сами понимаете о чём книга. Десятки сотни примеров того, что происходит вокруг нас. Горько, когда это причём кто сказал, что это не сбудется. Вы посмотрите, включите телевизор и 10 передач 9 женщин с пистолетами, мужики с автоматами и стреляют бесконечно и уничтожают друг друга. Со стороны это как смотрится. А в помойке всё больше занимает места. Люди канцерогенами травятся, потому что это же умудриться взяв из земли то, что мы называем превращаться в бытовые отходы, сжигать. А что творят-то? Ведь это же надо вернуть землю. Большую часть это должно прямо в пакетах обратно возвращаться. Может быть кому-то это кажется, да ещё чего. Подъехала машина и плевать я хотел, но вовек хватит. но конец уже близок. Вот чем беда-то, друзья. Конец близок. То, что мы творим на собственном сознании, это тихий ужас, и на собственном телом. Сейчас я разговаривал, пытался внушить одной даме, три года всё ещё памперсу ходит её ребёнок. И очень удобно, что мальчишка ходит памперсах. И когда я сказал, ну имей совесть, ведь он же вырастет геем, или таким слабым мужчиной, ведь это твоя беда, но всё, твоя жизнь, ты до самой смерти будешь. Он ни на что будет негоден, только потому, что у него половые органы не развиваются. Ты бы ему создала искусственную брюшину, спрятав яички от этого, от охлаждения, от тряски, от вибрации, от взбадривания, от стряхивания. Ты что творишь-то? Ведь природа устроила так, посмотри на четвероногие, где у них яички, и как они это, вместо этого злобное. Кто вам сказал, что это, откуда вы узнали? Ну думаю, вот сейчас она будет выискивать, кто, и в голову не приходит, что ей надо думать не о себе, а о ребёнке. Вот видите, куда меня занесло сейчас только. Видите? Страшная эта вещь, современный мир, когда современные технологии убивают в людях биологическую основу жизни. Кончилось это существование. Прекратилось даже тренировки по адаптированию тела к среде, когда кожа должна охлаждаться, мёрзнуть, мокнуть, потеять, снова охлаждаться, потеять, охлаждаться. И так всю жизнь до самой смерти, продляя род человеку, а значит и человечеству в целом. Понял, что я сказал? Ещё одно поколение в памперсах и всё, и нам это. Вот. И посмотрел и Китай. С утра это, все есть Китай на улицах, а у нас никого. Ни единого, я каждый день на улице. Вот. На детских площадках никого. Вот три дня назад выпал снег, ни одного следа ребёнка. Что же это творится-то, а? Вот. Как это всё разбудить? Разбудить с помощью министров, которые должны этим заниматься и кричать им больше веры, кричать со всех трибун, детей гнать на улице. Сейчас эпидемия увеличена, но хотя бы чтобы они были поздоровше, а не сами выросли в памперсах. Ладно, друзья, горькая маиспоедь кончилась. Ну что, ждём инопланетян, которые могут спасти планету, уничтожив человечества одним движением пальца, так как мы это делали, вот, когда это несусветная дикость, вот, телеканал «Бомёр», трое клоунов, которые себя называют этими, как себя называют, феями, дерево-то не нашли здорового этого муравейника, не нашли они где-то в саду, они пошли в лес, в огромный муравейник, давая это ядами посыпать. За что? Рядом дерево, которым 50-70 лет, они столько лет муравей кормили, переводя их в пищу, дерево, эти самые, десятки килограмм, может, уже и сотни этих живых существ, которых они превратили в пищу для дерева, защищая дерево, защищая, что творится, как извратить все понятия эти, не видя, не понимая, только чтобы заработать сребреники, а муравейная цивилизация, старшая человеческая, муравейная цивилизация, это фабрики, заводы, родильное отделение, это эти самые, специально недоступные нам, у них кроме лап ничего нет, кроме лап этих муравейных, недоступная нам архитектура, вот, с проветриванием, вентиляции, канализация, с крышами, это, с возможностью и умением охлаждать в одном случае, спасать от жары в другом случае, невиданное искусство, невиданное, умеют шить, все умеют делать, и вдруг взять уксусом, да вы что, только потому, что маленькие, а потом прилетят дяди, которые, это, посмотрят там вниз, что-то там копошится, да еще гробят планету, вы понимаете, со стороны надо себя выйти, со стороны, ужаснуться, тупость невиданная, она задела все свои общества, вот это вот, или даже, может, не тупость, умных хватает, равнодушие, ну все, пока выговорился, начался 2022 год, что он принесет, вот, до свидания, друзья, девчонок, не едва, иначе, его маншу, типа, или нет, иначе, как выговорили, то, что, где-то, то, 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 Продолжение следует...